Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном из суккулентных растений, очень популярном в прошлом и достаточно популярном сейчас, это алоэ. Алоэ относится к суккулентным растениям, поскольку в толще своих листьев и стеблей накапливает значительное количество воды. Это связано с местами обитания алоэ, они приурочены к засушливым и жарким климатам. Алоэ накапливает воду, и именно поэтому, как и кактусы, и многие другие суккуленты, длительное время может сохраняться без воды, и в этой связи очень показательна его агротехника. Ему нужны редкие, но обильные поливы, не очень плодородная земля и легко проницаемая. Именно в такой земле алоэ хорошо себя чувствует. Алоэ чаще всего выращивается в декоративных целях. Многие знают о лечебных свойствах алоэ, однако где-то, может, не знают, как правильно использовать алоэ. Алоэ выращивают его по старинке, в традиции, что вот алоэ – такое хорошо известное комнатное растение. Это хорошо, это правильно. И у алоэ, кроме того, что есть такие основные культивируемые виды, к которым относятся алоэ вера и алоэ древовидная, у него еще имеется множество различных других видов алоэ. Алоэ, они декоративные, они могут отличаться друг от друга настолько, что иногда человек, ну не очень знающий, не являющийся ботаником, не находясь в профессии, цветоводом не будучи, и не скажет, что это алоэ и вовсе. Однако все это алоэ. Многие виды алоэ, если не сказать, что все, обладают лечебными свойствами. Лечебные свойства алоэ обусловлены наличием в его листьях и отчасти в стеблях очень большого количества биологически активных веществ. Алоэ является растением не только народной, но также и официальной медицины. То есть препараты алоэ можно было и даже сейчас можно приобрести в аптеке. Очень часто алоэ используется наружно. Оно содержит такие биологические вещества, которые помогают заживляться раном. Оно содержит антисептические вещества, которые способствуют очищению ран от различных инфекций. Также его наносят на слизистые оболочки, например, носа или полости рта. Способов использования, наружного использования алоэ очень-очень много. В некоторых странах на сегодняшний день препараты алоэ, которые чаще всего там использовались с целью послабления желудка при запорах, они запрещены. Связано это с тем, что принятие алоэ в больших дозах в виде лекарственного препарата аптечного в течение длительного времени, а многие люди, страдающие запорами, принимают его и 2, и 3, и месяца, и полгода, и более. Вот при таком длительном сроке применения алоэ, оно может вызывать канцерогенный эффект. Опыты на мышах, которым в течение двух лет ежедневно давали пить воду с добавлением алоэ, через два года обнаружили у них в кишечнике новообразование. Стоит ли в этой связи с получением этой информации отказаться от лечения с помощью алоэ? Если вы будете применять его в течение короткого периода времени, 2-3 недели до месяца, то в этом случае нет никакой опасности того, что традиционные способы применения алоэ нанесут какой-либо ущерб. Алоэ содержит значительное количество витаминов, значительное количество стимулирующих веществ, из-за чего, между прочим, ему приписывается вот этот самый канцерогенный эффект. Эффект – возможность вызывания опухолей. Это связано с тем, что у алоэ очень высокая активность стимуляции деления клеток. И если в вашем организме что-то завелось уже не очень хорошее, с чем иммунитет не смог справиться, то алоэ будет стимулировать размножение этих и так достаточно быстро делящихся клеток. И иммунитет просто не будет успевать за их уничтожением. Поэтому надо быть очень-очень осторожным при принятии алоэ вовнутрь. В любом случае, когда вы будете использовать, планируете использовать любое средство для лечения чего бы то ни было, я вас очень прошу, обязательно посоветуйтесь с доктором, выслушайте мнение нескольких докторов, потому что иногда одного мнения бывает недостаточно. И только тогда принимайте решение относительно принятия того или другого растения, там или иного средства, с лечебными целями. Многие рецепты приготовления алоэ предусматривают выжимание сока из серединки и его дальнейшее использование. Однако это является большой ошибкой. Связано это с тем, что основная масса биологически активных веществ содержится как раз-таки в кожуре. В этой связи имеются рецепты, предусматривающие предварительное сохранение алоэ в холодильнике в течение 2-3 недель до месяца. Так называемая активация алоэ. Эта активация приводит к тому, что вещества, находящиеся в кожице, начинают мигрировать внутрь сока, в серединку, в толщу этого листа. И таким образом концентрация полезных веществ там повышается. Однако же этого можно и не делать в том случае, если лист алоэ потреблять целиком. К сожалению, алоэ содержит значительное количество горьких веществ, которые не позволяют, ну вот так свободно, как морковку, взять это алоэ и съесть. Поэтому есть различные способы маскировки этого горького вкуса с тем, чтобы принимать препараты алоэ было бы более приятно. Однако же в этом горьком вкусе также имеется своя польза. Во-первых, вот это вещество, которое горькое, оно вызывает некоторое послабление желудочно-кишечного тракта. Это опять же хорошо при запорах. Оно возбуждает аппетит, оно вообще активизирует работу желудочно-кишечного тракта. Однако у алоэ, которое хоть на 90% больше, чем огурец, состоит из воды, имеются очень активные противовоспалительные свойства, а также свойства помогать диабетикам справляться с последствиями сахарного диабета и бороться с диабетом. Конечно же, алоэ ни в одном случае не является самостоятельным способом лечения тех или иных заболеваний. И еще раз повторюсь, при применении алоэ вы обязательно должны посоветоваться с доктором. Итак, главное правило применения алоэ. Во-первых, чем более старые листья, тем больше биологически активных веществ они содержат. Второе правило. Необходимо использовать цельные листья вместе с кожурой, поскольку серединка содержит очень небольшое количество активных веществ. Третье правило. Вы можете активировать эти листья алоэ в холодильнике в темном месте, но это является совершенно необязательным в том случае, если вы применяете алоэ для лечебных целей, не для целей садоводства. Вот для целей садоводства это обязательно, а не для целей садоводства. Этого можно не делать при приеме цельных листьев алоэ. И, конечно же, при выращивании алоэ в домашних условиях вам не следует использовать высокие дозы удобрений, а также активные поливы и вызывать такой активный бурный рост этих растений. Чем более аскетичное будет содержание ваших растений, тем больше полезных веществ они накопят у себя внутри, и тем больше пользы будет от их приема вовнутрь. В любом случае алоэ очень красивый, действительно декоративный. Их стоит выращивать хотя бы потому, что они и неприхотливы, и создает красивое зеленое декоративное такое украшение вашей квартиры или вашего офиса. Ну а ассортимент алоэ можно подобрать каждому на свой вкус. Как приготовить ценный препарат из алоэ обязательно смотрите в наших будущих выпусках. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok